Какие вопросы возникают у вас? Какая ситуация? У вас, сейчас я скажу, как точно у вас называется задание. Библейские примеры процесса консультирования. Это реферат. А вообще, у них выдается им или продиктовать? А у них все есть, да? Или второй вариант работы вы должны выбрать консультирование и психология, общее и различие. Если говорить о конкретной личности, если говорить о конкретной личности, если говорить о одной человеке, например, в Новом Завете вы этого не увидите. Мало описания такого художественного, скажем, разъясняющего. Хотя для того, кто умеет проникать, скажем, в текст, раскрывать, можно взять ситуацию с Петром. Он отрекся. И при встрече с Иисусом, как Иисус его консультировал. Но кто не умеет так раскрывать, расширять, увидеть, но это будет труднее. Поэтому, например... В Старом Завете персонажи описаны более красочно. Например, ситуация с Давидом. Например, Давид. Давид, Вирсавия, Урия. Пророк, как пришел к нему и как он его консультировал. Но для этого нужно просто немножко больше знать Писание. Я не знаю вас, насколько вы... Что? Сейчас закончили библейскую школу. Лично я советую. Нужно выбрать все места Писания, связанные с этим сюжетом. Например, мы разбираем, и мы будем сейчас больше говорить об этом, что важно выражаться, важно исповедоваться, важно вообще раскрываться, выливать свои чувства Богу другому человеку. Мы знаем ситуацию с Давидом. По царствах. И мы знаем, что с момента, когда он с ней переспал, до момента, когда Пророк к нему пришел, это было длительное время. Я лично не знаю, сколько это было. Вот вы можете, исследуя, увидеть, по хронологии, сколько прошло. Год. Около года. Мы знаем, что она забеременела, соответственно, это 9 месяцев. Когда Пророк пришел, можно определить, но длительное время. Больше полгода. И в Салмах есть место. Когда я молчал, обветшали кости мои. Можно сказать, подобные места Писания. И вот на основании этого вы можете построить определенные принципы. Как важно Богу открыться раньше. Очень важно сравнивать. Я лично так люблю делать. В нашей культуре люди сваливают грехи в основном раз в год перед Пасхой. Вы понимаете, да? О чем я? О чем я? Люди, например, обязательные исповеди есть в церквях перед священником. С одной стороны, это правильно. Ну, это правильно вообще. Исповедоваться перед другим человеком. Да, это правильно. Это правильно. Но что переживает человек с момента, когда он согрешил, до момента, когда он исповедовался? То есть, насколько он брал ответственность за вот эти все переживания. И консультирование это принесение Божьего света в жизнь человека. То есть, если я хожу под Богом, я получаю от нее вот эту душепетическую работу, служение. То есть, признаюсь ли я перед Ним? Делаю ли я что-то, чтобы освободиться? От греха, от последствий греха, от этих всех угрызений, ну, все, что переживаю. И вот можно показать, что если я этого не делаю, что происходит? Очень важно увидеть проблематику. Мы можем показать, если я не делаю это, что будет дальше? Мы можем видеть проблематику. Бог говорит Каину, если же добро делаешь, лицо такое у тебя, открытое, светлое, приподнятое. Если зло, то ты прячешься, и он грех, и он господствует. Через разные такие места Писания важно увидеть себя, увидеть мир чувств, увидеть мыслей, поведения, и вот это все описать. Но я вам скажу один такой момент. Вы в Библии не увидите, скажем, такого психологического описания, как мы, вот как я вам подаю сегодня, или как мы это видим в книгах. Потому что Библия, это же не учение по психологии. Потому что Библия, это же не учение по психологии. Библия так Богом дана, что она как концентрат. И это как концентрат. Ну, вы понимаете. То есть, ее можно разводить и разводить. It can be... Да, разводить. Да, концентрат разводится водою. Разбавлять, да. Yes, it can be... Как? Брит, да. Поэтому, кто-нибудь вообще немножко изучал психологию? Хоть чуть-чуть читал книги? Who, who, some, 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 блин. Когда-либо. Когда-либо. Yes. Who have ever read something about psychology? Я думаю, что вы видели, насколько... Maybe you saw... Очень много информации. Сколько много терминологии. How many terminology. Я сколько бы не читал, я еще ни разу не приступил, не взял в руки. And how much I read... Книгу Фрейда. I never took the book of Freud. Jung, Rodgers, Adler. То есть, самых-самых известных гуру, скажем, психологии. The most, you know, known, well-known guru of psychology. Я не считаю, что это нужно делать. I don't think that it should be done. Потому что говорят, что медицина и юриспруденция. Это самые огромные, ну, такие факультеты, где обилие предметов, много предметов. It is the biggest faculties that, the most subjects are there. То есть, очень много профессий, которые не имеют такое количество дисциплин. Вы согласны с этим, да? Such professions that have many disciplines. Что-то похожее психологии. Что-то похожее философии. Но медицина — это более практические моменты. И юриспруденция, то есть адвокаты, судьи. А философия и психология, ну, это такой предмет, ну, предметы, которые, или науки, которые, ну, хотя вроде бы с человеком связаны, но там такой набор разного всего, что там можно просто утонуть. Но, you know, психология и философия is, like, much, a lot of things that you can just, yes. Поэтому нам не нужно ожидать, что Библия, скажем так, не то, что заменит нам психологию, но не ожидать от Библии то, что мы можем ожидать от книг. You should not expect from Bible what you can expect from books. Но вместе с тем, Библия дает основание, или, скажем так, Библия — это как такой луч, лазерный концентрат луча. Когда ты смотришь через них на книгу, даже христианского автора, or just the sunglasses, when you, and glasses, optical glasses, when you look at a book, ты видишь, смотришь, ну, тебе понятно, лучше, чем когда ты мало имеешь познание в Писании. When you less have understanding of Scripture. То есть, Библия. So, Bible. Книга. Ну, например, у вас учебник Лерри Краб. For example, you have book of Larry Krab. Просто, ну, это сто процентов, что так будет, что многие из вас, вы просто улетите. There's a hundred percent that many of you will just... То есть, вы потеряетесь. You'll just flu. Потому что язык, ну, психологический. You'll just get lost, yes. Because this is terminology very psychological. То есть, единицы людей, они воспринимают такую литературу. Дело в том, что я славян психологов. У меня кличка в церкви есть. Еврокачан. У меня фамилия Качан. Очень интересная фамилия. Очень много историй с ней связано. Но кличку дали Еврокачан. То есть, говорит, ты не украинец, ты прозападный человек. Поэтому мне трудно... Их много есть. Ну, скажем так, но... Ну, честно, мне трудно сказать. Но телеповые, известная пара телеповых, у них много книг простых. Они россияне, они пишут много на популярные вопросы в отношении семья, муж-жена. Может быть, возьмите их книгу. Я думаю, что это проще. Ну, это вы решаете. Потому что мне... Ну, я летаю, и Добсон, и Олдрич, и Краб, и так далее. Я понимаю. Но тут, во-первых, много молодых людей. Плюс много англоязычных. Поэтому я не думаю, что для вас будет трудно читать Добсона, Краба, Элдриджа и многих других. А для людей возраста такого более... Которые формировались в Украине, я думаю, что телеповых почитаете. Я просто сейчас напрягаюсь, я не могу вспомнить фамилии. Ну, например, есть книги? Чтобы не ошибиться, я сейчас продиктую. А, у вас в требованиях, наверное, есть. Там записано. Какие простые книги? Совет за чашкой чая. У вас есть листочки с собой? Совет за чашкой чая. Она легкая книга. Простая книга. Один книг. Это очень простой книг. Она тоненькая книга. Сейл, а имя там, имя нету. Сейл Х там. Сейл и Х. А потом... Ну, эти все, конечно, немножко трудоватые книги. Том Маршалл. Том Маршалл. Том Маршалл. Правильные взаимоотношения. Right relationship. Хорошая книга. Good book. Этот же автор. This same author. Этот же автор, Том Маршалл. Истинно свободный. Истинно свободный. I wrote the book. Хорошая книга. Truly free. Просто написано. Правильные взаимоотношения. А вторая книга. Истинно свободный. Тот же автор. Том Маршалл. Selvin Huggs. Это есть книга у вас в этом. Друг в нужде. Так же легко написано. Друг в нужде. Also Selvin Huggs. Friend in need. Поэтому если вы выберете эту тему. Библейский пример консультирования. То есть это можно брать и персонаж. Как я говорил. Петр или Давид. Но так же можно брать. Библейский пример. Не как личность. А библейские советы. И я сейчас буду разбирать конкретные принципы. И мы на основании этих принципов можно увидеть. Мы будем разбирать, что такое анализ прошлого. Оценка настоящего. И откровение будущего. Три таких основных направления. Как по-моему, как я подхожу. В будущем вечеринстве. И мы увидим, как Библия об этом говорит. И на основании этого это библейский принцип. Можно помогать. Разбираться в себе лично. И помогать другим. И помогать другим. Это интуитивный способ. Вы имеете ввиду изучение Библии. Но это изучение Библии. И эти принципы можно применить. Да, конечно. Но это не способ консультирования. Это способ изучения Писания. Вникания. Но я хотел бы, чтобы не потерять мысль. То есть, есть Писание. Есть, скажем, проблема. Вы хотите разобраться. Но есть вы. И есть вы. Теоретически все очень плохо усваивается. Или понимается, если вы не вникаете это сердцем. Ну, по-другому скажу так. Если вы сейчас не переживаете никаких проблем. И у вас все хэппи. Очень много из того, что я говорю вам сейчас. Ну, вам трудно воспринимается. Это ничего не удивительного. Я ни в коем случае вас не буду судить. Там, Бог тем более. Но вам нужно просто, как Бория, слагать Слово в сердце. Потому что придет время. Оно вам пригодится. Придет праздник на вашу улицу. Это просто без... Ну, он придет по-любому. Библия так говорит. Нету всегда, ну, или постоянно жизни только в хэппи или позитиве и так далее. Более того, современная тенденция мыслей позитивна. Она также не божественна. Ну, к чему, почему? Я ее называю тупой позитивизм. Чтобы позитивно мыслить и говорить, нужно основание. У гуманиста без Божника нету оснований. Потому что гуманист. Потому что гуманист, кто не может быть без Бога, это независимый человек от Бога. Учение. Поэтому, какие у него могут быть основатели для позитива, если он не крутится вокруг Бога? У него по-любому будут проблемы. Как бы он не напрягался, каких бы он специалистов не читал. А еще попроще. Вообще, я расскажу известную очень, она уже есть в разных версиях этой истории. Приезжает... Атеист в село рассказывает людям в сельском клубе о том, что Бога нет. Рассказал лекцию и говорит вопросы. Бабушка говорит ему, сынок, скажи мне, пожалуйста, вот корова она поленицами такими какает. Поленицами? Поленицами, да. Ну, такими большими кучками. Си. Ко, ши. А коза вот такими шаричками. Ши пул. Орошки. В таком большом кучке. Но Бог с маленькими кучками. Почему это так? С маленькими кучками. Почему это так? Он думал, думал. Говорит, не знаю. Он думал, думал. Она ему говорит, сынок. И она ему говорит, И она ему говорит, сынок. Я скажу по-украински. Якщо ты в гамнины разбираешься, то не лись в высокой материи. She says, if you don't doesn't understand if you don't don't как на если волны. Теперь серьезно. Мы в первичном своей суте грешники мы не святы. и из-за этого мы так с этим смирились, привыкли, что мы не можем идентифицировать, отличить. Нам, наоборот, трудно в святость войти. We are very hard to go in connection. Соответственно, на основании Писания, например, Второзаконие 28 глава, 14 стихов говорит о благословении, где-то 53-55 стихов говорит о проклятии. 53-55 talking about curses. Галатам плодов духа 9 А дело в плоти fruit of spirit is 9 but actions of body is actions of flesh is 70. Слов определяющих грех в Новом Завете was that describes that defined sin in New Testament 86. Как вы думаете, почему Дух Святой столько говорит о грехе? Неужели он похож на современных религиозников или законников, которые только давай грех, грешник, ты покойся. он хочет, чтобы мы разбирались в этом. Не по религиозному. Решу каясь, каясь, решу и по кругу хожу. А действительно были профессионалами поражать грех, убегать от греха, уклоняться от греха. To go out, to escape sin, to to resist. Профессионал боксера, что у него реакция молниеносная. Он уходит от удара, он наносит удары быстрые. Реакция, you know, very speed reaction, very fast reaction. He resisted бодрствуйте на всякое время, молитесь. And the Bible says that you should every time be buddhist be внимательны. Да. Упражняйтесь в благочестии. Be attentive, yes. Поэтому у нас должно выработаться вот такое правильное отношение. And that's why we should have this right feeling. It's from that area of freezing the problem. A person didn't want to solve the problem. And they will start to speak to him. Why you start to think about it? Be positive. То есть легкий путь предлагает. Но Библия говорит как о том, что мы должны мыслить позитивно. But Bible says about what we should think positively. To see on everything as eyes of God. я тебя поддержу не бойся у тебя все получится я за тебя ну и так далее. Но при этом четко понимать убегай греха то есть реально скажем так бояться даже согрешить ошибиться бояться в хорошем понимании этого слова. You know too afraid to do mistake like in good understanding of this word. That's why we should understand ourselves go deep. yeah and also to go deep in in bettyne. вникать в учение это вникать в Божий взгляд на себя. Вот такого как ты есть. Бог любит нас такими как мы есть. Аминь. хочет ли он оставить такие как мы есть. Нет. Все правда все просто. И вот между ними расстояние есть. Что я делаю? What I do? чтобы копнуть глубже учение Писания докопаться написано углубитесь невозможно не копая глубже сюда. но грех и другие проблемы последствия региона воспитания в семье культура личное развитие личности оно не способствует тому чтобы ты вникал реально в себя. и оно как будто тебя ну например есть принцип айсберга слышали? Верхушка сверху все остальное или другой момент наш мозг работает очень на ограниченном восприятии мозг воспринимает или скажем реагирует там какие-то 3% говорят из 100 Некоторые ученые говорят что вообще слух зрения восприятие красоты мира максимум 10% человек имеет это все говорит о том что человек зажат очень например в Библии есть 946 вроде бы раз используют слово сердце я не посчитал сколько раз я люблю считать анализировать изучать эти места писания но очень много раз говорится всем сердцем от всего сердца вы слышали это? о чем это вам говорит? что что это говорит? фраза от всего сердца отдать потому что мы не живем всем сердцем мы живем какой-то верхушечкой и одна из причин почему христианство разочаровывается со временем потому что уже выработано а дальше не копнул а дальше еще то есть если по Старому Завету обитованная земля это было буквальное место физическое по Новому Завету мы думаем что обитованная земля это только небеса но обитованная земля также по Новому Завету это гектары в тебе гектары земли почва сердца куда сеется Божья жизнь и вот распахать распахать эту целину это Божья воля пустыня может пустыня то дековь эту землю это все в Библии записано я не говорю о психологических терминах но это в Библии давайте откроем Иеремии 4 глава Иеремия 4 глава когда мне исполнялось 40 лет Бог дал мне это откровение 4 глава Иеремии с 3 стиха читаем 4 ибо так говорит Господь к мужам Иуды и Иерусалима распашите себе новые нивы и не сейте между терминами конечно же это не заговорится о агросельскохозяйственных работах Иеремия 4 стиха chapter 4 chapter 4 3 to да ты будешь читать английский или нет пожалуйста 3 прочитай стих 3 verse for for thus says the Lord to the men of Judah and Jerusalem break up your fellow ground and do not so among tons 4 4 4 5 обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть сердца вашего мужи Иуды и жителей Иерусалимы чтобы гнев мой не открылся как огонь и не воспалил неугасимо по причине злых наклонностей ваших and fourth verse circumcise yourself to the Lord and take away the foreskins of your hearts your men of Judah inhabitants of Jerusalem lest my fury some fought like fire and burn so that no one can quench it because of the evil of your doings Вот вам библейская психология Кто читал когда-нибудь Освальда Чемберса? Кто читал Освальда Чемберса? Все мое предельное Господу всего слава Ну это классика Эта книга за многое время входит в десятку христианской классики как путешествие пилигрима и так далее Он написал сто лет чуть больше книгу библейской психологии Он сильно просто показывает что с помощью Писания мы можем проникнуть в мир психологии по-божьему по-библейскому Как вы думаете Бог что-то конкретное имел ввиду? Или это просто творческий образный абстракционизм? Это конкретно Спасибо Сестра есть еще одно место Разбирайте сердца ваши одежды Более того в Новом Завете столько много мест где мужи Божьи говорили Божьи испитай меня переплав сердце мое Как многие сегодня молятся такими молитвами Конечно страшно когда ты заражен страх само собой а заражен позитивным мышлением ты что наслаждайся жизнью верить жизнь только красоту какие трудности и скорби но люди тогда получается были более смелые и у них более они брали этот вызов от Господа и они хотели быть лучшими эффективными честными натуральными и они достигали этого поэтому сегодня мы читаем их книги и они герои веры герои писания поэтому очень важно ну просто быть верным малым вот тот вариант какой ты познание имеешь уровень отношения с Богом просто не нужно подражать мне еще кому-то просто что-то берешь какие-то примеры смотришь слушаешь берешь ты если Господь Боже вот что ты мне доверяешь какую тему как ты хочешь меня повести проникнуть в эти все вопросы там все так он умно говорил и просто ты решаешь это с Богом это твоя ответственность вы меня понимаете да потому что я приехал я уехал Павел говорит мы ничто а все Бог взращивающий когда они спорили о служителях какой Петр какой Павел а там были умники а мы Христовы мы читаем только Библию никаких книг не читаем и Павел просто сказал вы вообще младенцы хронические и он говорит что мы ничто по сути каждого человека взращивает только Господь и по мере служителей как они открыты для Бога Бог каждого использует по своему там так написано в Коринфянам 3 глава коринфянам 3 chapter it is written that and God use people as he wants поэтому кто-то выйдет с этой аудитории и он возьмет ответственность Бог это увидит и он будет взращивать этого человека а кто-то выйдет и скажет ой все это очень сложно жизнь на самом деле все попроще или например реферат как пишется за две недели до сдачи или за последнюю ночь то есть когда ты посеял семя нужно время чтобы оно проросло температура влага и так далее точно так же с этим учением вообще совсем нужен процесс то есть нужна твоя ответственность и так мы сейчас перейдем к третьему к последнему в этом разделе параграфа это какая основная проблема человека какая основная проблема человека как вы считаете какая основная проблема человека как непослушание еще не додумываться не за не задумывать это проблема человека а не задумываться то есть на основании что иисус говорил люди будут жить жениться и не думать да ордыня то есть как грех как сказали грех да да основная проблема человека это грех то есть все проблемы возникли от греха падения но здесь есть момент с одной стороны очень многие крестьяне это четко понимают говорят но плодов мало есть конечно другая ситуация в современном либеральном христианстве вообще не говорят о грехе современном либеральном христианстве поэтому я считаю вас уже эксперта о грехе поэтому мы не будем столько говорить о грехе сколько о последствиях греха но мы поговорим о секундах из греха почему смотрите вот мы говорили примере консультирования в основном связанных с грехом я имею ввиду Петр и Давид мы говорили о примерах консультации и мы взяли Петер и Давид и очень важно работать с людьми с реальными скажем так банальными грехами бытовыми ежедневными такими ну там сплетни блуд похотливые мысли злоречие пустословие ну и так далее ну а что бы вы мне посоветовали если вот вы были моим пастором и вы узнали что я вот будучи таким активным служителем переживаю такие всякие мысли нежелание жить усталость разочарованность банкротство и при том если бы вы пообщались со мной вы увидели что я не перестал верить то есть я не перестал меньше молиться я сейчас говорю факты то есть мои проблемы они не были связаны что я стал меньше Богу доверять я вообще в себя не вникал одно из откровений которые я получил именно в те годы это вот это место и второе место это деяние 2028 где Павел собирает первую пасторскую конференцию собирает всех пресвитеров и он говорит им эту речь и он говорит внимай себе и всему стаду в котором дух святой поставил тебя блестителями вот этих два слова внимай и вникай я когда это даже работа с оригиналом ну то есть греческие термины изучал смотрел какое значение слово вникай одно из его значений опаздывать что для меня тогда это прозвучало ты набрал такую скорость ты уже такой ревностный ты уже так бежишь что тебе пора остановиться и ты бежишь ради Господа ты бежишь в служении сегодня в обществе окей и когда я в Я читал Acts, когда там был gathering, когда Paul did a gathering, да, в 9 главе, и он говорит, что два слова, что идут глубже, и когда я начинаю обнаружить это, в другом языке, это нужно быть поздно, и что я понимаю, что мы идем, мы идем, мы идем для Бога, мы идем для этого рождения, и мы должны, like, to stop running. Но опять же, это мой пример, потому что есть другая крайность, когда люди вообще пассивные, because there is one, another extreme, when people are passive, они постоянно опаздывают, по-божих респирсанят, и так далее, поэтому нужно подходить персонально к каждому человеку. Но я к чему это говорю еще? Давайте откройте или запишите место Писания. Let's open now 1 Thessalonians 5.14. 5.14. Умоляем же вас, братья, 5.14, первый в Санкт-Петербурге. Умоляем же вас, братья, вразумляйте бесчинных, бесчинных грех, вразумляйте, то есть определенная такая форма повеления, дисциплинируйте. Дальше скажем, утешайте малодушных. Скажите, утешайте, это душепечительство? А малодушие, это что, грех или не грех? А как можно грех утешать? Или человека в грехе утешать? Думайте, думайте, что это означает? А дальше еще сильнее. Поддерживайте слабых. То есть поддерживайте грешников. Ну так? Нет. Есть такой смысл здесь? Нет такого смысла. То есть что такое малодушие и слабость? Можно представить? Пожалуйста. Now we exhort you, brethren, one, those who are unruly, comfort their faint-hearted, uphold the weak. What does it mean? И последнее, четвертое наставление. Будьте долготерпеливы ко всем. И грешным. И к незрелым. И к больным. И вот теперь посмотрите на эту картинку. Вот это наша личность. Вот это я. Христос меня искупил. Я спасенный человек. И так далее. Мы уже понимаем, что Дух спасен, Дух спасается, тело будет спасено. Мы спасены залогом, начатком. Мы не имеем, скажем, в определенном понимании абсолютного спасения. То есть оно полноценное, к нему ничего не нужно добавлять. Но в конце жизни, или когда придем к небеса, тогда все будет решено окончательно. В каком плане? Потому что не все туда доходят. Не все по жизни сохраняют это. Но в это давайте не будем двигаться. И вот что у нас. Мы одна личность. Но у нас есть греховная природа. Но у нас есть святая природа и святая природа. Аминь. Это истина. Это истина. Мы одна личность. У нас есть две природы. Иисус был одна личность. Но в нем был стопроцентный человек. Стопроцентный Бог. Консультирование лечит грешную природу или нет? Мы служим грешной природе? No. И сто раз no. Грешная природа на крест. Мы от нее отрекаемся. Мы почитаем себя мертвым для греха, для этой природы. Мы идем путем сораспятия. Мы не консультируем грешную натуру. Это вопрос. Понимание. Вопрос выбора. У нас есть святая природа. Что мы ее тоже лечим? Или мы ее консультируем? Святой, рожденный от Бога, это новое творение. Она не грешит. И не может грешить. Потому что Слово Его, Семя Его, Дух Его, Он не может грешить. То есть, есть что-то во мне, что не грешит. Есть что-то во мне, что грешит. Выбираю я. У меня свобода выбора. Свобода мысли. Свобода. 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 Продолжение следует...